Здравствуйте, друзья! Я думаю, что многие из вас, так же как и я, не спали этой ночью и следили за тем, что происходило в Штатах. И вот это произошло. Это произошло, это чудо. Это чудо, в которое мы не могли поверить. Мы, я имею ввиду те, которые хотели Трампа, а не Хиллари. Почему мы его хотели? Может быть потому, что он семи пядей во лбу, может потому, что он академик каких-либо наук. Нет, на самом деле это человек, который создал сам себя. И мы хотели увидеть другую Америку и другой мир. Потому, что мы прекрасно знали, что было бы, если бы пришла вот эта вот дама, которая в свое время себя уже великолепно проявила и не раз. Мы хотели увидеть другой мир и походу, наверное, это сейчас будет. Халюсики, с вами Евгений Вольнов и я возвращаюсь со своим «Я же говорил». Я же говорил, что вопрос возвращения Крыма – это вопрос лишь времени, а не того, будет это или не будет. Кстати, точно так же, как с тем же самым пресловутым безвизом, на который все так фапают. Так вот, буквально 40 минут назад Дональд Трамп, президент США действующий, заявил, что он ждет, когда Россия вернет Крым и уберет своих петушар с Донбасса. Это официальное заявление Белого дома. Как я и говорил, естественно, это было на самом деле понятно в самом начале всего. Как в самом начале, когда были введены санкции, любой должен был понять, что санкции, они просто так не убираются. И просто не хватает знания истории многим гражданам РФ, поэтому они почему-то ведутся на пропаганду, которая рассказывает о том, что вот сейчас полезные санкции спадут и всем сразу хорошо станет. Поэтому не нужно отчаиваться, ребята, все будет становиться только хуже и хуже. Ждем закона о тунеядстве. Интересно, а у ватника хотя бы половина от этого имеется? Нужно обязательно устроить серию звоночков в Крым с вопросом о том, захотят ли они остаться там или убегут по Керчевскому мосту в свою Россию. Мне на этот вопрос до сих пор ни один коллаборационист так и не ответил. Ребята, учите историю. По крайней мере, вы сможете хотя бы примерно догадаться, до какого поколения ваши потомки будут выплачивать репарации за саде. Ну я вам так скажу, что вот гарантированно можно к Ванге не ходить, Трамп чмол. Я вам, пожалуйста, давайте возьмем последних двух, ну перед Трампом американских президентов. Это Буш-младший и Барак Обама. С чего все начиналось? Помните? Буш-младший. Буш посмотрел в глаза Путина и увидел его загадочную душу. Там он с его папой рыбку ловил, то есть все было. Он был другом. Потом друг стал партнером, а потом чмол. С Обамой то же самое. Перезагрузка, там 5-е, 10-е, наши американские друзья, потом друзья, как у нас принято, становятся партнерами, а потом чмол. Также и Трамп. Мы его избрали, мы его назначили, он друг, он за нас, там дурачки всякие, клоуны шампанское пьют. Потом он станет партнером, уже становится, кстати, партнером. Но потом станет чмол. Единственный, кто избежал такой участи, вернее, он, эту участь по полной огреб, но потом был реабилитирован, это Эрдоган. Помните, он был турецким другом, потом он стал партнером, потом стал чмол, потом снова стал другом. Это исключение из правила. А Жириновский в воздухе аж застыл. Разнарядка пришла, он друг. Но сейчас, правда, опять с партнером становится. То есть тоже чмол станет. Поэтому, да, Трамп чмол. Можете ввести стикер, кому хочется. Трамп чмол. А Обама, на самом деле, скоро будет возведенным лик святых по сравнению с Трампом. Боже, храни Америку. Пока.